Они вернулись к нему домой. Они начали целоваться очень горячо и страстно. Им обоим это понравилось. И вот настал тот момент, которого он ждал. Но потом случился его худший кошмар. Он оставался мягким. Перед тем, как они попрощались, она прошептала, что ей не терпится продолжить с того места, где они остановились, и это еще больше свело его с ума. Так вот, Шон был моим давним клиентом. Несколько месяцев назад он работал со мной над преодолением своего беспокойства по поводу производительности и преждевременной эякуляции. К счастью, он смог сосредоточиться и вспомнить, чему я его учила. Он использовал несколько простых трюков. Правда в том, что это случается с лучшими из них, здоровыми парнями, молодыми парнями, парнями, которые только вступают в отношения, парнями, которые женаты уже 20 лет. Это очень распространенный опыт, когда время от времени возникают проблемы с получением или поддержанием результата. Эрекция – это результат работы нескольких систем, работающих вместе в своего рода согласованном режиме. Ты можешь думать об этом как об оркестре. Достаточно выключить один инструмент, и все может развалиться на части. Все дело в том, чтобы определить, что именно не так, так что без лишних слов. Вот как проверить скрипки, микрофоны, дирижера и даже чертовы литавры. Первое, что нужно проверить, это твое мышление. Как только ты почувствуешь первоначальную панику или чувство неуверенности, ты окажешься на развилке дорог. Большинство мужчин поддаются панике, и это в конечном итоге ухудшает ситуацию. Когда ты паникуешь, у тебя выделяется кортизол и адреналин, из-за которых трудно возбудиться. Первое, что тебе нужно сделать, это напомнить себе, что на самом деле ты нечто большее, чем просто эрекция, и паниковать не из-за чего. Помни, именно для этого и были созданы кортизол и адреналин в нашем организме. Они как бы дают нам понять, что что-то является вопросом жизни и смерти. Твои предки не впадали в панику из-за своей неуверенности. Они запаниковали из-за того, что их съели соблезубые тигры. И я готова поспорить, что ни у кого из них не было стояка, когда они убегали от этих хищников. Я имею в виду, что никто из них все равно не выжил. Сексуальное возбуждение зависит от того, находишься ли ты в настоящем моменте. Так что постарайся сосредоточиться на человеке, стоящем перед тобой. Дыхательные техники – это быстрый и надежный способ выбраться из своей головы в свое тело и таким образом избавиться от паники. Попробуйте простую технику дыхания на 4, 7, 8 вдохов. Вдохните на 4, задержите дыхание на 7, выдохните на 8. Или любую другую технику, которую вы сможете вспомнить в данный момент и которая поможет вам выйти из состояния дерись или беги. Это может показаться нелогичным, но чем лучше вы справляетесь с беспокойством, тем быстрее может вернуться эрекция. Теперь, когда с вашим мышлением все в порядке, вы можете переключить свое внимание на второе, на обстановку. Иногда беспокойство по поводу производительности возникает полностью изнутри, но оно также может быть вызвано или, по крайней мере, подкреплено факторами окружающей среды. Следующий шаг в проверке вашей системы – выяснить, есть ли что-то, что мешает вам ее запустить. Вы нервничаете из-за того, что соседи могут вас услышать или увидеть. Вас отвлекает стирка, которую вы забыли убрать. Может быть сейчас так тихо, что вы слышите, как падает булавка, и вам просто нужна музыка. Если вы заметили, что что-то вас отвлекает, уделите пару минут и решите эту проблему. Так много мужчин пытаются преодолеть это чувство дискомфорта и просто взять над собой верх, что приводит их к еще большему погружению в свои мысли. Вместо этого гораздо лучше и проще просто внести необходимые коррективы, чтобы чувствовать себя непринужденно в окружающей обстановке. Сначала позаботься о себе, она поймет. Вторая часть обращения к своему окружению – это забота о слоне в комнате, особенно о той части туловища, которая не хочет сотрудничать. Произнесение вслух того, что происходит у тебя в голове, обладает магическим эффектом, лишая его силы. Скажи своему партнеру, что тебе нужно, и объясни, что происходит. Молчаливое давление, когда ты втайне пытаешься возбудиться, в то время как твой партнер лежит, ничего не замечая, – это очевидный фактор, убивающий стояк. Выкладывай все на чистоту. Ослабь давление. Назови, что происходит. Если ты очень быстро вернешься в прежнее русло, то совершенно нормально убрать ногу с педали газа и сделай перерыв. Иногда лучшее решение – перестать напрягаться, чтобы понять это, продолжить разговор, и вдруг – бац! И это подводит меня к третьему пункту. Заводись. Что тебя заводит? Что тебя возбуждает? Возможно ли, что этого нет? Может быть, твой партнер делает это для тебя не так, как тебе нужно. Если ты изо всех сил стараешься добиться своего, то самый быстрый способ добиться этого – часто просто попросить конкретно то, что тебе нужно. Может быть, тебе нравится сухая мастурбация, а не мокрые и неряшливыми – нет. Все хорошо. У каждого есть свои предпочтения, чего мы можем немного стесняться, особенно в таких ситуациях. Делай все, что тебе нужно, чтобы снова включиться, и наблюдай за тем, что происходит. У тебя все получится. И помни, дай мне знать в комментариях, что ты думаешь. И не забудь подписаться на новые еженедельные материалы. Я Кейтлин Ви, увидимся здесь на следующей неделе. Пока.